Всем привет! Это продолжение урока номер 5. Программирование Roblox Studio. Это занятие дополнительное. Это как бы не урок. Работа над ошибками или дополнительные материалы. Поэтому он называется 5А. Я так и буду дополнительные материалы впредь называть не урок. Я хочу рассказать еще раз более просто, более наглядно про систему координат. У нас три оси есть. X, Y и Z. И я нашел способ. Возможно вам будет более понятно. Итак, Roblox Studio запустили. Перешли вкладку View. Нажали сюда. Command Bar. Появилась командная строка. Вот здесь у меня уже заготовочка введена. Переменная A присвоит создание новой детали. Итак, как в пятом уроке. Создаем деталь. Но я ее не сейчас буду создавать. Я ее буду создавать при запущенной игре. Запускаем. При запущенной это чтобы мы видели результат. Так, немножко я отвел нашего человечка. Потому что она будет... Деталь будет появляться по координатам 0,0,0. А там у нас человек стоял. Знаете, помните, если нет точки спауна, то он появляется тоже по координатам 0,0,0. Итак, мы создали нашу деталь. Создаем деталь с помощью вызова функции instance.new. В скобочках два параметра у нашей функции. Что создавать. Ну, в данном случае мы должны текст в кавычках, видите, напечатать парт, деталь. И где создать workspace. Помните про workspace в предыдущих уроках? У нас все наши детали, объекты хранятся внутри игры game.workspace. Вот он наш workspace открываем. Ну и дальше вот она наша деталь появилась. Но когда создаете деталь, здесь в workspace пишите с маленькой буквы. Почему? Пока объяснять не буду. Просто запоминаем. Итак, деталь мы создали. Теперь мы можем к ней обращаться, обращаясь к переменной a. Так. Ну, давайте размер поменяем. Size. Чтобы поменять размер, мы должны присвоить вектор 3. Вектор 3, он содержит сразу три части. Значение. Ширину, высоту и глубину. Ширина это по оси х. Высота по оси у. Вот видите, у меня оси здесь как подсказка. И глубина это вот оси z. Давайте делаем 10, 10, 10. Нормально. Что нужно сделать, чтобы уменьшить размер? Опять же, это переменная. Ни на какие другие детали уменьшение размера не повлияет. Кстати, очень хорошо, что у нас включена подсветка. Подсветка. Вот в view. Подсветка имеет в виду, вместо материала на детали мы видим клеточки. Мы видим размер нашей детали. 5 на 5. Вот. Но так как, ну здесь видно, что 4 плюс половинка и плюс половинка. В сумме получается все равно 5 на 5. Так. Давайте мы еще размеры уменьшим. Давайте пусть 2 на 2. Кубик 2, 2, 2. Хорошо. Перемещение кубика в пространстве. Что нужно сделать, чтобы кубик появился где-то здесь? Помните, что кубик у нас сейчас находится у кубика. Да мы же можем просто на наш кубик парт. Видите, нажали этот парт созданный. И смотрим, где у нас позиция. Позиция у нас 0, 0, 0. Ну вот видно, что здесь x, y. А, ну по высоте он примерно почти единичка. Кстати, мы можем вручную здесь сейчас изменить. Давайте сделаем ему по вертикали двойку. Так. И он падает вниз. Высота нашего бейсплейта, в данном случае единичка. Ой, нет, нет, извините. Высота у него 0, но размеры нашего кубика 2 на 2. А вы помните, что координаты положения любой части, центр координат, находится посередине этого объекта трёхмерного. Так что можно сказать, что центр нашего кубика, он находится где-то вот здесь. Видите, как перекрестие здесь, здесь. Ну, поняли, в центре этого кубика. И можно понять, что кубик у нас не провалился. Не проваливается в бейсплейт наш. Он как бы, его центр на одну клеточку выше. На один стад. Помните, что у нас все размеры измеряются в стадах. Вот у нас каждая клеточка, это и есть стад. Итак, что нужно сделать, чтобы этот кубик переместить, например, вот сюда. Мы должны по ось смотрим, по какой оси будем его двигать. Будем по горизонтали, влево-вправо. А по горизонтали у нас здесь ось X. Итак, делаем уже не Size, а Position. Position. Position позиция. Это будет сейчас как телепорт. Телепортация. Тоже нужно вектор создать. Vector3.new Вот, кстати, я сейчас нажал Enter, и у меня вверху подсказка. Что же мы можем в Vector3.new? И он пишет, что три числа можно передавать X, Y, Z. Всегда смотрим на наши оси, и они нам напоминают, что X это по горизонтали. В данном случае это будет... Ну, если бы мы сейчас задавали размер, то это была бы ширина, Y, высота. Z это глубина. Так, ну а сейчас это у нас координаты. Координаты, куда, как на шахматной доске, передвинуть нашу деталь. Помните, точнее не помните, мое задание было передвинуть на одну клетку вот сюда. Какая-то координата. Сейчас он находится у нас по координатам 0, 0, 0. Итак, смотрим. Первое число у нас здесь как раз ось X. Вот как раз нам нужно здесь, чтобы был не 0, а 1. Ну давайте напишем. 1. А остальные мы оставим как есть. 1, 0, 0. Переместили. Видите, наш кубик перепрыгнул. Давайте, если я сделаю ему, например, 15, он появится здесь. Сделаю единичку, он появится здесь. А как сделать так, чтобы кубик не телепортировался, а как бы двигался шажками? Давайте я сделаю, чтобы мой кубик потихоньку двигался в глубину сюда. Это какая у нас ось в глубину? Помните? Двигаем и смотрим. Это ось Z. Так. Ось Z. Чтобы двигать его относительно текущей точки, мы должны эту точку как-то узнать. Как узнать позицию нашей детали? Это очень просто. Мы же с ней уже работали. А позицию. Мы к ней теперь должны прибавить или отнять какое-то число, чтобы у нас наша деталь двинулась в глубину. Итак, мы помним. Давайте плюс. Но так как у нас три оси X, Y, Z, должно быть тоже число такое, тройное. Вектор. Вектор 3. Вектор 3. И давайте теперь опять по подсказке поймем. Нам нужно двигать по оси Z. По оси X мы не двигаем, поэтому пишем 0. По оси Y не двигаем, пишем 0. Осталась ось Z. Что мы там напишем? Но я могу сказать, что... Да что сказать? Пишем единицу и все. И нажимаем Enter. Неправильно. Он начал двигаться в нашу сторону. А, ну почему неправильно? Все правильно. Enter, 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 Enter. А чтобы он двигался в обратную сторону? Еще минус единица. Все отлично. Что сделать, чтобы он двигался через пять клеток? Вот так. Минус пять. А чтобы он двигался к нам? Опять меняем плюс на минус. А если мы хотим, чтобы он у нас двигался еще и вправо на единицу в сторону человечка значит он будет с каждым шагом двигаться на одну клеточку вправо, на один стат а по оси Z он будет перепрыгивать через пять нажали, нажали, нажали ну и видно, что все вроде бы так и есть давайте его отправим в движение в обратное по оси Z сделаем, например, минус три пусть он чуть медленнее ну вот он ускакал туда так, мы можем также менять и прибавлять координатам высоту Y это ось Y так, но он, видите, он начинает падать так, что мы можем нашему мы можем поставить галочку Anchored так, во-первых, я его, давайте сделаем Select это, конечно, не честно мы до этого только программированием только нашими командами управляли просто мне не охота его двигать давайте передвинем его сюда вручную у него изменилась позиция видите, какие-то числа появились когда мы двигаем, там все меняется так, если мы хотим, чтобы он у нас зависал в воздухе мы должны поставить ему якорем прикрепить Anchored нажали теперь так я его подниму подальше теперь видно, как он поднимается вверх если мы Anchored уберем он должен, по идее, упасть но тут не произошло, потому что, знаете а, ну, вообще-то, нет но, все равно, пришлось вручную подвигать чтобы он начал падать а так бы, как бы, залипло как можно сделать без нажатия мышкой Anchored мы любую деталь можем подвесить в воздухе мы пишем просто а точка Anchored надеюсь, я правильно написал true видите, галка появилась здесь автоматически и это подходит не только к деталям к моделям вот что вы в игру понаставили к чему угодно вот все, что у нас здесь есть все можно точно так же закреплять если мы сделаем Anchored false галочка исчезнет и у нас опять деталь будет кстати, старые команды которые вы здесь набирали можно нажать либо вот здесь вот мышкой, видите, стрелочка вниз повторить любые команды а можно стрелками вверх-вниз повторять ну ладно надеюсь, с координатами чуть-чуть понятнее давайте теперь попробуем напишем программу которая строит пирамиду у меня остановлен деталь исчезла у меня есть некая заготовка сейчас покажу, что она делает и я расскажу, что делает эта заготовка у меня уже был такой урок по клику мышки где мы делали, по-моему, мост вращающийся если я кликаю мышкой по вот этой детали ведь курсор изменился то у меня появляется здесь текст какой-то тадам нажал тадам появилось отлично подробнее вы ну давайте в двух словах раз это не урок поэтому я могу любой длины его делать делаем какую-нибудь функцию или много функций не важно придумываем этой функции имя построй пирамиду ну пока она еще не написана а дальше идет вот такая интересная строчка game workspace magic key смотрим, что за game workspace а это наша деталь оказывается я ее переименовал обычная деталь в ней ничего нет она не закреплена просто создал деталь переименовал сделаю волшебным ключом ну действительно волшебный кирпич который ты кликаешь и что-то происходит но чтобы этот кирпич слушал нажатие мышки клики мне пришлось нажать плюс и добавить click detection детектор вот ничего в этом клик детекторе я не менял просто теперь в скрипте я могу написать game workspace magic key .clipdetector .mouse click это чтобы у нас он реагировал на нажатие мышки теперь пишем двоеточие connect присоединить функцию которая у нас уже есть вот имя функции в данном случае вот это если у вас тут 20 функций можете сделать таких волшебных ключей хоть 20 и на каждый ключ присоединить с помощью connect свою функцию и так делаем пирамиду ну начнем мы с простого я напишу сначала функцию которая делает делает из чего у нас пирамида состоит из слоев так вот попробуем сделаем функцию функция которая рисует слой так что для этого нужно сделать делаем function make layer make layer координаты я указывать наверное нет давайте координаты тоже укажем по каким координатам x y z про координаты вы помнили да в начале урока я говорил и в начале пятого урока про эти координаты это значит откуда начинать строить наш слой пирамиды вдруг мы захотим очень большую делать пирамиду так x z enter and сам подставился начинается функция со слова function ключевого кончается словом and итак создание детали создание детали вот я напечатаю так так ребята чего-то не хватает слой мы должны еще какой-то параметр наверное сделать параметр будет n сколько в этом слое у нас будет кирпичей наших деталей итак for x подчеркивания ну или давайте ладно чтобы не отличать x2 от x мы начнем с координаты x строить до до x плюс x плюс n количество кирпичей и шаг шаг ну давайте допустим у нас будут наши детали 2 на 2 поэтому шаг будет 2 иначе как вы видели в уроке номер 5 когда детали делаешь одну в другой то это плохо кончается детали лежат неровно и выскакивают друг из-за друга так теперь я сделаю еще одну хитрость это я по координате x рисовал детали теперь будет координата y y2 будет начинаться от координаты ой нет 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 ребят y это же у нас высота значит z z это глубина так это будет значит z2 от координаты z до z плюс n n у нас квадратные квадратные основания у пирамиды поэтому здесь n и здесь n шаг тоже 2 n поставил помните как у нас local ну например k в эту переменную мы сейчас нашу деталь занесем instance.new в кавычках part делаем деталь создаем ее в workspace так все создали workspace workspace а и мы должны во-первых ее размер сделать size пока она не появилась мы ее только создали сейчас быстренько создаем ее размер помните как размер менять vector 3 точка new 2 на 2 2 2 2 так но мы должны не только ее размер мы должны ее еще и расположить position position а позиция у нас будет такая простая вектор 3 new у нас уже позиция есть это вот эти переменные которые будут меняться внутри цикла здесь z2 будет меняться от z до z плюс n а здесь будет x который будет меняться от x до x плюс 1 а y мы подставим который здесь у нас есть так давайте итак x2 потому что это переменная меняется в цикле y мы ставим из параметров функций z2 ставим да вроде все теперь давайте вместо этого тогда вызываем нашу функцию make layer давайте сначала сделаем маленькую пирамидку по координатам давайте посмотрим координаты 0 0 допустим пусть с нуля начинает да координат 0 0 0 и мы размер должны указать у пирамиды сколько она будет в ширину и в глубину так давайте троечку с маленькой пирамидки начнем запускаем запускаем так ничего не появилось мы должны кликнуть по нашей мышке клик появилось так ребят почему у нас а ребят все понятно почему не 3 кубика на 3 кстати мы можем кликать кликать и она будет создавать создавать клево так я понял в чем ошибка смотрите мы указываем размер 3 и это 3 передается в n у нас получается x плюс x плюс n мы здесь в координате 0 начали создавать наш слой пирамиды и 0 плюс 3 значит от 0 до 3 делается а от 0 до 3 как раз у нас только 2 кубика и войдет поэтому мы должны наверное делать вот так не до x плюс n а у нас ширина давайте вот по уму вот так сделаем даже даже вот так сделаем отдельную переменную local куб в ладно куб в ширина но правда это у нас и ширина и глубина и так далее и занесем в него размер 2 смотрите я теперь заменяю вот эти вот переменные не переменные константы вот эти двойки заменил этой переменной и здесь тоже размеры все заменю для чего я это сделал давайте посмотрим сейчас мы запустим все должно пройти как и было чуть-чуть отошли щелкнули так да всего 2 кубика остановили а теперь я говорю а давайте-ка ширина кубиков наших будет 1 на 1 на 1 посмотрим сколько кубиков всего появится и как это повлияет щелкнули а ну вот уже видно что все нормально 3 на 3 ха погодите 3 на 3 4 на 4 появилось получилось почему так произошло так 0 1 2 3 4 так 0 это я пытаюсь цикл посчитать от 0 до 0 плюс 3 0 2 3 а ну все правильно исключительно считает до 3 и так давайте здесь n количество и сделаем умножить на ширину нашего кубика здесь тоже сделаем умножить n умножить на глубину нашего кубика сейчас наверное должно лучше получится если не получится то забьем на это немножечко так да все равно 4 на 4 ну ладно это уже нюансы с циклами ребят не хочу на этом заострять сильно внимание лучше смотрите мои уроки про циклы так теперь делаем например вот так 5 на 5 кубиков вот так кубики уже большие появились 1,2,3,4 ладно в общем слой получается помните в пирамиде должен быть один слой большой потом меньше 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 так у нас кубики будет 3 на 3 давайте мы пирамиду попробуем сделаем по координатам минус 20 координаты например 40 давайте посмотрим она где-то вдалеке должна построиться где-то вот где-то вот здесь от человечка начать строиться так ребят а я указал я спутал оси y это высота так ну и оставляем здесь где-то 40 все мне осталось в принципе положить слои друг на друга так я тоже видите она за спиной моей строилась пирамида я опять координаты перепутал так что если вы будете путать координаты не страшно я тоже перепутал координата z я использовал положительные числа вот примерно так и должна расти наша пирамида только она не должна разваливаться какой эффект так ладно останавливаем сами поэкспериментируйте итак основание у нас строится теперь я добавлю в build пирамида я добавлю цикл который будет перебирать высоту for от нуля до ой ну какая нибудь например for y for y2 вот 0 ой высота у нас на самом деле является если вы смотрели урок так если вы смотрели урок номер 5 то знаете что ее можно узнать как ширина высота или глубина кубика разделить на 2 так как она у нас в центре да это начальная высота начальная высота с которой я хочу ладно ребята не загружаемся давайте с нуля будем строить 0 если что потом исправим так пирамида у нас будет какой высоты давайте допустим от нуля до 10 нет не до 10 10 умножить на куб вот 10 кубиков 10 умножить на 30 вот значит будет 30 стадов того примерно 10 11 кубиков так ну и шаг нужно обязательно указать с каким шагом приращивать чтобы сначала у нас было в y1 0 потом y2 было 0 потом y2 будет троечка потом в y2 будет шестерка и далее так do and так здесь мы ставим а здесь нужно уже подумать что же сделать так начальные координаты o x o z давайте так о y o z присвоить итак где-то минус ну минус 30 в x 0 в z минус 40 ой 0 в y минус 40 в z так и теперь мы здесь будем подставлять эти переменные чтобы если что мы могли бы передвинуть эту пирамиду куда угодно изменив только числа здесь а не бегая по всему коду меняя цифры вообще приучайте себя использовать переменные так ну давайте o x o y o z а что у нас троечка означало так количество 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 мы должны количество но не 3 на 3 мы будем делать наш давайте здесь тоже сделаем сколько в базе ну в базовом базовом слое нашей пирамиды будет кирпичей кирпичей ну допустим допустим пусть будет 15 перенесем его сюда давайте запустим так ну я вижу уже у нас здесь небольшая не то что ошибка здесь нужно строить каждый слой выше 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 поэтому сюда сделаем плюс y2 откуда y2 берется вот в цикле мы перебираем от 0 до так ребята а вот уже 10 у нас неправильно это сколько этажей сколько этажей строить давайте давайте мы сделаем параметр нет мы не можем здесь параметры передавать так как у нас эта функция вызывая вот она здесь должна вызваться без параметров так как мы ее коннектом на клик мышки прикрепили ну ладно если мы так не можем мы сделаем сделаем вот так local высота высота пирамиды и пусть она у нас будет пусть 10 пока и вот это вот константу число я заменю на переменную попробуем запустить вроде бы все должно работать так я нажал и у меня курсор что-то там зависло ребят так остановили давайте проверим скрипт ирик от нуля до ага не так ирик равно так ирик от нуля до здесь все нормально в цикле а вот здесь икс и ирик о z base n 15 у меня была троечка давайте посмотрим ну 3 на 3 построилась не знаю что она там зависла с 15 кликну еще раз внутри одной пирамиды построилась еще одна так ну на пирамиду не похоже это похоже на башню да так ну давайте 5 попробуем может просто роблокс зависал иногда бывает знаете ли если какие-то глюки просто перезапустите ваш роблокс 5 на 5 построилась тоже ладно ладно пусть пока с 5 на 5 начнем итак помните следующий слой следующий слой должен быть меньше 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 тогда я вот так сделаю n здесь будет n будет от нуля до вот так мы будем сделать от нуля до высоты нуля до высоты так давайте сделаем высоту 4 так qx плюс куб ширина нашего кубика деленная на 2 это чтобы и умножить на n это чтобы каждый слой сдвигался относительно следующего на пол кубика в z то же самое должны мы вставить а y оставляем а здесь y2 у меня исчезла же переменная теперь n так n равно ой n умножить на на высоту кубика то же самое кубое и все так base n base n это сколько ну давайте запустим base n это сколько кубиков это тоже штуку придется уменьшать по-моему на единицу каждый раз давайте посмотрим сейчас пизанская башня должна получиться наклоненная да наклоненная башня так давайте посмотрим ну вроде сдвиг вроде сдвиг нормальный был так ребят давайте base n это означает что каждый следующий слой будет меньше содержать на один кубик минус n сложная задачка получилась для тех кто не умеет программировать по крайней мере но тем не менее чему-то научиться можно отлично получилась пирамида давайте поиграем что-то у меня насморк извините разыгрался так высота 4 так давайте основание во-первых сделаем десятку так но высота при этом осталось 4 4 слоя 4 блина построилась но вот видно а извините вот эта вот штука а ребята погодите давайте-ка я этот кубик я его поставлю рядом рядом с человеком чтобы он не мешал думает представляете долго долго это происходит пирамида отличная давайте достроим пирамиду до конца итак если у нее основание 10 то и высота должна быть 9 или 10 можете сами экспериментировать так ну сейчас что-то страшное наверное произойдет потому что или нет да по-моему не хватает одного кубика давайте еще раз попробуем видите как классно я не использую числа во всей программе я только в одном месте где-то меняю и уже все происходит нажал ждем но вот теперь уже похоже на настоящую пирамиду так ребят ну это конечно весело а давайте мы ее раскрасим что вы же умеете красить из предыдущих уроков ну давайте сделаем вот так не каждый кубик чтобы был равносветным а мы будем для каждого слоя для каждого слоя случайный какой-нибудь цвет local bc это бриколор будет помните когда бриколор точка рандом это значит случайный цвет я буду здесь сделать еще вот так у нашего кубика созданного кстати если вы будете действительно строить пирамиду может быть стоит ее делать блинами прям цельными блинами а не как я делал из кубиков а то нужен мощный компьютер bc итак при запуске функции make layer сделай блин у нас вычисляется в начале случайный цвет и весь и всегда этот случайный цвет присваивается каждому кубику этого блина но я думаю что будет работать потому что здесь простой код запускаем ждем тормозит тормозит о получилось я хочу смотреть сверху красота так а давайте можно вот так разнообразить минус-минус видите серым стала строка это комментарий чтобы он не использовался оставим давайте мы будем цвет брать теперь не для каждого блина а для каждой полоски по x по координате x видите я переставил изначало внутрь одного цикла внутрь главного цикла сейчас должна полосатая пирамида получиться полосочку вот вы наверное заметили что полоски а как сделать вопрос такой если теперь мы этот цвет local bc если мы перенесем его во внутренний цикл вот сюда что будет наверное догадались что каждый кубик будет разноцветным ну и как задание наверное как вопрос к этому уроку в комментариях можно ответить он очень простой что нужно изменить здесь чтобы полоски были не по оси x а по оси y но на этом все этот урок 5а был посвящен больше системе координат надеюсь он что-то вам прояснил ставим лайки подписываемся всем рассказываем про канал можно колокольчик даже нажать пока